Елена Гаршин узнала об акции от друзей, которые сдавали кровь на типирование прошлой осенью. И решила, что если представится возможность, то она непременно примет участие. Всегда хотела быть донором, хотела помочь хоть как-то людям. Если есть такая возможность, почему бы не помочь? От меня не убудет, а кому-то возможно, я смогу спасти жизнь. Друзья, коллеги, интернет, телевидение – соровчане узнают об акции из разных источников. Приходят сдавать анализ крови по одному и целыми компаниями. Процедура не занимает много времени. Потенциальному донору нужно подписать соглашение о вступлении в регистр и сдать 9 мл крови. Другие обследования на этом этапе не проводятся. Узнала из канала 16, ну просто помочь, если вдруг кровь подойдет, почему нельзя детям, ну больным людям помочь. Решили, почему бы и нет. Ну может быть, возможно, кому-нибудь да поможем. Ну я думаю, мы даем некий шанс людям с такими заболеваниями на выздоровление. Современные медицинские технологии дают возможность победить опасные заболевания и спасти человеческие жизни. Но сделать это можно только с помощью неравнодушных людей. Желание помочь ближнему движет людьми разных возрастов и профессий. В прошлом году в сентябре я сдавала кровь. Очень хотелось помочь людям и, соответственно, хотела, конечно, в Арзамас даже съездить. Очень рада, что у нас теперь проводятся такие акции. Национальный регистр доноров костного мозга имени Вася Перевозчикова постоянно пополняется донорами. А это значит, что еще больше людей смогут вернуться из больничных палат домой к родным. Елена Грецкова, Владимир Есейников, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.